всех приветствую сборка 92 36 новый игровой системный блок за 136 тысяч рублей довольно таки мощная машинка и эта машинка требует обзора я чаще всего делаю шутся нет нету времени но вот что-то интересное появляется время нахожу чтобы сделать более полный обзор на компьютер и самая фишка этого компьютера это видеокарта radeon rx 7 900 гр.е. месяц назад у меня была белая стоила в районе там 70 тысяч рублей это даже за 70 тысяч рублей было топ за свои деньги это аналог rtx 4070 но а срок делает чудеса и теперь эта видеокарта стоит 59 тысяч рублей 59 40 70 супер которая слабее ну наверно минимум 70 тысяч стоит а это 59 в общем не вижу я смысла покупать nvidia невзирая на какие-либо плюшки при наличии видеокарты radeon rx 7 900 гр.е. 7 800 xt видеокарта за 60 тысяч рублей было лучше чем нынешний rtx 4070 от 65 70 тысяч не говоря о суперах а 7 900 гр.е. на 16 гигабайт это просто топ топ за свои деньги и как бы я советую в эти деньги сейчас покупать именно radeon хотя каждый по-своему рассуждает в общем я смотрю на производительность на ценник есть смотреть по низу рынка эта видеокарта просто лучше ну и собрали мы такой симпатичный системе здесь нет ничего лишнего здесь оптимальная стоит конфигурация для подобных видеокарт требуется еще и мощный компьютер мощный процессор и здесь стоит и 7 12 700 кф но вот этот приставка к говорит о том что поверлимит здесь очень здорово отпущен и чтобы показать насколько отпущены я запустил сини бенч сини бенч нас по максимуму грузит процесс и в данном случае вот оно потребление 165 ватт до 180 ватт этот процессор обычно жрет поэтому упор надо делать и на материнскую плату на фазы питания на охлаждение если обычно 12 700 в 130 ватт ну максимум 150 потребляет то с отпущенным поверлимитом этот процессор жрет столько сколько нужно единство что это самый последний адекватных процессоров который хоть и потребляет много но не сверх его охладить стандартными средствами можно ну а башни у нас на 6 тепловых трубках это джонс бацер 3000 вот сейчас и засомневался то ли 70 трубок то ли 6 не вижу отсюда уже не помню в общем самая эффективная система воздушного охлаждения это двухбашенная башня с двумя вентиляторами и 7 тепловых трубок по моему здесь 7 джонс ба делает вещи один вентилятор здесь rgb подсветка с таким эффектом бесконечности подсвечивается вот эти пластины на каждой башенке и стоит вентилятор без подсветки внутри в общем эффективность максимально это примерный аналог двухсекционной водянки только нет варианта что что-то там где-то протечет довольно таки массивная башня поэтому и корпус должен быть соответствующий вентилятор здесь 120 миллиметров и вопрос к материнской плате материнская плата у нас средний бюджет на с двумя дуб питанию два радиатора на ключах 14 воспитания это фирма msi pro b760 ма вайфай два разъема утром 2 есть вайфай с блютусом в общем такой хороший хороший вариант самые простые на b760 чипсете платы обладает 10 фазами питания естественно этот процессор придушится на 120-130 ватт и не будет в полную нагрузку работать ну а здесь 14 вас спокойно вытягивает два радиатора на ключах 2 до питания не просто так мощнее есть процессор ставить надо их душить поэтому по мне так в нынешней ситуации мощнее процессор ставить смысла никакого нет корпус cougar dual face стандартный этот корпус который мы чаще всего используем сейчас еще и дешевый но с небольшой здесь у нас модернизацией помимо закаленного стекла можно поставить сетку она здесь легко ставится и здесь съемный пыльник а вот модернизация заключается в вентиляторах теперь у нас стоят сто двадцатки спереди сто сороковки спереди от поверкейса сто сороковка сзади от поверкейса изначально идет 120 миллиметров вентилятор и по мне так это смотрится здорово у меня не так много кулеров поэтому в каждый корпус их не пытаюсь прилепить тем более сто сороковки же куда-то надо девать есть опция перекрутить вентиляторы на переднюю панель тогда у этого пыльника просто откручивается сетка и здесь будет без вариантов такая вот панель к это нам добавит примерно два сантиметра свободного пространства в случае rtx 4090 4080 4070 с хитрым переходничком эта опция пригождается для данного корпуса но в данном случае хоть у нас видеокарта и мощность здесь у нас целых пять тепловых трубок здесь все в тепловых трубках у а срока видеокарта относительно компактная 2 до питания радиатор на ключах а срок челленджер такую систему охлаждения можно видеть цены на интелских видеокартах какой-нибудь а 750 а 580 в общем сделали карточку они бесшумно но вот это вот доска текстолит чаще всего родиона вообще стандартный у всех видео адаптер видео адаптеры производитель делает только какой-то радиатор да собственно и все стандартная 2 вентиляторная карта реализован фан стоп естественно если видеокарт не загружена игрушками небольшая такая вот подсветочка есть в общем самое недорогое решение и я думаю что все видеокарты плюс-минус будет одинаковые ну и 2 до питания соответственно раз видеокарта умеет кушать блок питания мы здесь поставили не самый простой здесь у нас залма на 750 ватт сертификатом 80 плюс бронза гигамакс и в этот бюджет платформа будет только на ddr5 памяти потому что в эти деньги на ddr4 просто ничего не продать память на 6 гигагерц ценники приятно радует у нас днс сделал очень хороший ценник на память jskill 6 гигагерц 30 тайминге за 10 600 о чем можно еще и мечтать мне кажется вообще сейчас альтернатива получать с памяти нет за такие деньги ssd накопитель на 1 терабайт с интерфейсом и на вами есть еще один разъем если вам будет мало этого объема но в принципе собственно и все по попугайчиком 3d mark spy набрал 20 с копейками это уровень 4070 супер даже чуть выше в общем 136 тысяч рублей просто шикарнейший системник на новой вот это вот видеокарты кстати говоря гры и это у нас golden rabbit edition в честь китайского нового года названы эти видеокарты кто бы мог подумать так что не ищите здесь никакие урезки просто вот golden rabbit edition вот и все 7900 xt он она сверху у меня идут 24 гиговая не конечно помощнее но ценник там 1000 так на 30 выше так что по мне так самый лучший rodeo на сегодня выходит что вот он осрок 7900 гры и